Представьте, над поверхностью Марса опускается серебристый корабль. Из его люка выходит человек, делает несколько шагов по красной пыли и оставляет отпечаток, который, возможно, останется на миллионы лет. Когда-то это казалось фантастикой. Но сегодня человечество уже реально готовит первые миссии на Красную планету. Илон Маск и компания SpaceX открыто заявляют о цели сделать людей мультипланетным видом. Но насколько эта идея технически осуществима? Давайте разберем, какие технологии уже существуют, какие проходят испытания и что на самом деле нужно, чтобы человек смог выжить и построить базу на другой планете. Ракетные технологии. Начать нужно с самого главного – доставки. Без надежного транспорта колонизации просто не будет. SpaceX создает Starship – огромный двухступенчатый корабль из нержавеющей стали, полностью многоразовый. Он способен доставить до 100 тонн груза или до 100 человек на Марс и вернуться обратно. Основу тяги дают двигатели Raptor, работающие на метане и жидком кислороде. Именно на том топливе, которое можно будет производить на самом Марсе из углекислого газа и водяного льда. Такое решение – ключ к автономности. Ведь если корабли смогут дозаправляться прямо на месте, межпланетные перелеты станут постоянными, а не единичными миссиями. SpaceX уже проводит огневые испытания, совершенствует систему возврата ступеней и стремится к тому, чтобы Starship взлетал и садился десятки раз. Энергетика. Следующий шаг – энергия. Без стабильного источника питания ни одна база не проживет и суток. Солнечные панели – первое, что приходит на ум. На Марсе они уже работают на роверах, но плотность солнечного света там примерно вдвое ниже, чем на Земле, а пыльные бури могут закрывать небо на неделе. Поэтому основная ставка делается на компактные ядерные реакторы. Например, американский проект Kilopower – это реактор мощностью до 10 киловатт, который способен обеспечивать энергией целую базу в течение многих лет. Такой источник энергии не зависит от погоды и работает в любой точке планеты. Комбинация солнечных панелей, ядерных модулей и аккумуляторных систем позволит будущим поселенцам круглосуточно питать базы, теплицы, связь и добывающие установки. Воздух, вода и пища. Человек не может жить без воды и кислорода. На Марсе они есть, но в другой форме. Под поверхностью обнаружены залежи льда, а атмосфера на 95% состоит из углекислого газа. Из этого можно производить и воду, и топливо, и воздух. Технология ICE-RU использования местных ресурсов уже проверено в экспериментах НАСА. В частности, прибор MOXIE, установленный на марсоходе Perseverance, успешно произвел кислород прямо из марсианской атмосферы. Это первый шаг к самостоятельной жизни за пределами Земли. Для питания предполагается создание закрытых биосфер – теплиц с контролируемой средой, где растения будут расти на гидропонике под светодиодами. Вода и питательные вещества будут постоянно циркулировать в системе, а углекислый газ, выдыхаемый людьми, послужит удобрением для растений. Подобные системы уже тестируются на Земле, в проектах биосфер и в экспериментах Европейского космического агентства. Строительство и защита. Открытая поверхность Марса – крайне опасное место. Там почти нет магнитного поля и уровень радиации в десятки раз выше земного. Чтобы выжить, людям придется строить укрытия. Первый вариант – подземные базы. Марс богат лавовыми трубами, естественными пещерами, где можно разместить жилые модули. Второй – использование реголита – марсианского грунта для покрытия куполов. Слой всего в 2 метра способен снизить радиацию до безопасного уровня. Уже сегодня НАСА и ЭСА проводят эксперименты по 3D-печати из реголита. Роботы-принтеры могут строить стены и купола прямо на месте, используя только местные материалы. Внутри таких куполов можно будет создать нормальное давление и температуру, а внешние панели покрыть специальными материалами, отражающими радиацию. Для герметизации используются композиты на основе базальтовых волокон и полимеров. Их можно будет частично производить из местного сырья. Прежде чем на Марс отправятся люди, туда полетят роботы. Они будут строить площадки, разворачивать солнечные панели, собирать модули и проверять оборудование. Современные прототипы уже существуют. Роботические руки, автономные роверы, дроны-разведчики, способные летать в разреженной атмосфере. Проект Марсби, например, предусматривает рой маленьких дронов с солнечными крыльями, которые смогут обследовать огромные площади. А строительные системы, основанные на искусственном интеллекте, смогут самостоятельно возводить купола без участия человека, анализируя грунт и распределяя ресурсы. ИИ также будет следить за системами жизнеобеспечения, переработкой воды и воздуха, регулировать климат в куполах и помогать в управлении энергией. Марс находится слишком далеко, чтобы передавать сигналы в реальном времени. Задержка связи с Землей от 5 до 20 минут в каждую сторону. Поэтому будущие колонии нуждаются в собственной спутниковой сети. SpaceX уже имеет опыт. Сеть Starlink. Аналогичная группировка может быть развернута на орбите Марса, чтобы обеспечить связь между базами, роверами и орбитальными станциями. Кроме того, разрабатываются квантовые и лазерные системы передачи данных, позволяющие передавать информацию быстрее и с меньшими потерями. Конечно, трудности огромные. Перелет на Марс занимает от полугода до 9 месяцев. Это испытания для здоровья и психики. Гравитация на Марсе в три раза меньше земной, что вызывает потерю мышечной массы и проблем с костями. Необходимо создавать искусственную гравитацию в жилых модулях, либо использовать интенсивные тренировки. Также остается вопрос этики и управления. Кто будет устанавливать законы на другой планете? Международное космическое право пока не готово к тому, что кто-то начнет строить постоянные поселения за пределами Земли. SpaceX планирует начать реальные полеты с грузом в ближайшие годы, а пилотируемые миссии в 30-е. Некоторые эксперты считают это слишком оптимистичным, но ход испытаний показывает — технические барьеры постепенно преодолеваются. Создание первой автономной базы на Марсе — вопрос не веков, а десятилетий. Колонизация Марса — не миф, а научно-техническая цель, к которой человечество уже делает первые шаги. У нас есть ракеты, двигатели, роботы, источники энергии и даже технологии получения воздуха и топлива из местных ресурсов. Осталось объединить все это в работающую систему. Илон Маск, возможно, не единственный, кто приведет нас к этой цели. Но именно он заставил миллионы людей поверить, что жизнь на другой планете возможна. А вы как думаете, увидим ли мы первые марсианские города при нашей жизни? Пишите в комментариях, обсудим!